Привет! Наша муравьиная ферма насчитывает уже очень много особей. Почитать целиком всех задача очень сложная. По примерным подсчетам это число приближается к тысяче особей. Три муравьиные фермы объединены переходами в один большой дом. В рационе питания в основном семена и яичный белок. Периодически даем сверчков, купленных в магазине. Один раз в несколько дней на дно арены капаем воду для питья. На этом все. Такой диеты достаточно жнецам для успешного процветания колонии. Из отмеченных наблюдений. Муравьи очень сильно реагируют на влажность. Как только гипс пересыхает, весь муравейник практически замирает. Ни один из муравьев не двигается. Картина статичная, как на фотографии. Бывает так, что мы забываем подливать воду в камеру для увлажнения. И жизнь муравейники замирает. Однажды, во время нашего отъезда приблизительно целую неделю, муравейник находился в состоянии пересохшего гипса. Муравьям было тяжело, но массовый падеж такая засуха не вызвала. Как минимум неделю жнецы могут потерпеть. Но когда все в порядке, есть еда, вода, увлажнение на должном уровне, есть песок на арене и есть что построить или перетащить, муравейнике, как правило, идет постоянное движение. Давайте заглянем поближе в камеру, посмотрим с уровня муравьиного полета на то, что у них там происходит. Камера с расплодом и рабочими, которые внимательно следят за коконами. Но эти ребята и про себя не забывают вон, как чистят свои лапки. Камера с семенами по-другому говоря склад. Тут мак, пшено, рожь, проса, возможно что-то еще. Я не знаю все семена по названию. Даже на склад некоторые рабочие загуливают вместе с коконами. Видимо слегка заблудился. Либо проводят экскурсию вновь прибывающим. А тут происходит пир. Муравьи грызут кусочек яичного белка. Тянут в разные стороны. Не очень похожи на семейный ужин. Во время еды, видимо, каждый сам за себя. Но после все меняется. И каждый муравей, который уже наелся, встречая голодного брата, кормит его. В справедливости ради надо сказать, что не брата, а сестру. Ведь все муравьи, живущие в муравейнике, это бывшие самки от рождения. А это комната с главной самкой. Перед вами матка. Все ее окружение постоянно за ней ухаживает. Она периодически перемещается по муравейнику. И в каждой камере, в которую она заходит, остальные муравьи начинают ее трогать усиками и лапками. Как будто массаж делают. Принимая такие релакс-процедуры, матка стоит на месте и ничего не делает. Она, кстати, не покидает расположение самой большой фермы. В белой не холит. Видимо, не царское это дело. Ну вот, что-то ей не понравилось и она удаляется. На этом, пожалуй, и закончим. Субтитры создавал DimaTorzok